Культпоход 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 Да-да-да. Дальше как раз идет позиция наблюдателя, причем, наверное, не первого порядка, а второго порядка, где она поэтический дар Николая разбирает, как через способность к синтезу приводит примеры очень хорошие. Потом то, что мне нравится, вот взять хотя бы звукозапись, безошибочный и очень эффективный прием. То есть там такие примеры идут из коленных стихотворений. У Голикова он смотрится великолепно. Или бесплотным волнением, лишь по наволуньям полуявляясь после себя. Да-да-да. Есть такие тексты? Да, есть. Дальше там идет отличительная особенность активного употребления иностранных слов и выражений, как вот такое выделила у нас Светлана Сырнева. Прием аллюзий. Тоже здесь есть какие-то замечательные примеры из сопоставления компротивистика коленных стихотворений и классиков. Прям в одном ряду так с блоком стоят. Вот. Ну и, наконец, козырный туз Голикова «Эллипс». Яркая примета его индивидуального стиля. Это намеренный пропуск слов, которые легко восстанавливаются из контекста. В общем, хороший такой анализ. Хороший, да. И причем совершенно честный, потому что вот если вспомнить опять же перейти, вот дело в том, что там вот стихи, стихи, в принципе, большинство из них написано в прошлом веке, да? Угу. И как бы, ну оставался такой незакрытый, как сейчас говорят, гештальт, да? Есть такое слово, да? Что надо было что-то с этим сделать. Я несколько раз порывался, но не было человек, который меня там, ну вот совсем уже там Миша Каковихин, вот один из моих так любимых авторов, постоянно меня к этому двигал. Евгений Серафимович постоянно двигал. Ну, здесь как-то все сложилось, и плюс все-таки так маленькая интимная тайна, моя любимая женщина. И это уже было решающее слово, потому что ну что ж такое? Как же ты без книги до сих пор? Вот как-то все это сложилось, и почему я решил к стихам меня еще не ограничивать, это правда прошлого века. А вот колонки в особой газете, они, в принципе, тоже очень стихотворные. Дело в том, что там вот смотри, газета, да, вне колонка, вот в стандартном варианте, сейчас пишут колонки как попало, написал два слова колонка, написал 200 слов колонка, у меня был очень четко объем по знакам, то есть 2200 знаков. Будь добр, и уложи в них тему, которую ты хочешь. То есть это, ну, как для поэта сонеты писать, да, то есть там есть определенная форма жесткая, и, соответственно, есть колонка, она еще чем хороша, в принципе, это изначально сатирический зонор, но он предполагает именно вот литературщину, скажем так, определенную, да, то есть человек вправе уходить от тем, это не чисто журналистика, негалимая журналистика, человек вправе проявлять свои какие-то личные эмоции, либо наоборот, вот, и поэтому это было очень интересно. Вот эти вот приемы, наработанные в стихах, да, вот эти же эллипсисы, да, когда надо резко сокращать высказывания, либо наоборот, значит, одна из моих любимых, там, это многословие, так называемое, нарочитое, когда наоборот колонка-то вот, а дырка-то остается чем-то заполнить. Поэтому своего рода получилось, что это такие стихотворения в прозе, правда, на жуткополитические темы, как правило, либо экономические, либо какие-то еще, вот, и они для меня ничуть не менее, скажем так, вот, предметом гордости даже, может быть, больше сейчас являются, чем стихи, потому что стихи были давно, и когда я книгу составлял, было очень смешно вот выбирать стихи, потому что, честно говоря, иногда уже просто не понимаешь, зачем этот человек это написал. А самое смешное, когда вдруг очень долго собирать пришлось материал, и находишь, скажем, в сети где-то одну версию стиха на бумаге, где-то у кого-то другую, смотришь на две эти версии, и начинаешь думать, а вот зачем этот человек менял здесь слова? И то неважно, и это неважно, и какой из них лучше вот сейчас, да? Это очень была такая интересная, поэтому, может быть, затянувшаяся процедура. Как вы себя с поэтом разделяетесь тем? Понимаешь, я его не понимаю. У меня получилось, мы сейчас довольно редко выступаем со стихами, но у нас получилось, мы где-то года два назад ездили в Слободской, и нас попросили, значит, ну, как бы такой ретро-вечер устроить, вот, возобновить нашу первую верлиберскую вечеринку, и надо было читать вот те стихи, которые мы читали тогда. Да, мы тогда готовились, там, с видеорядом, с музыкой, и я вдруг начинаю читать, и я понимаю, что я не знаю, как это читать, я не понимаю, что это и зачем это. Хотя это было такое, у меня, ну, как популярное стихотворение, оно называлось, начиналось фразой «Ты помнишь взрывели моторы?» Или «Я помню взрывели моторы?» Не помню точно сейчас. Вот. Это была такая дразнилка меня, обычно даже как-то в командировках Серёжи Ухова будил, там, будет меня. Я говорю, что? Он говорит, ты помнишь? Я говорю, что? Он взрывели моторы. Вот у меня просто уже стебали этой фразы, до того, что я часто это сих пор не читал. Сейчас я не могу его прочитать, потому что я помню, вот на этих же фестивалях, да, то есть как бы я же получал призы зрительских симпатий, потому что у меня получалось каким-то образом этот текст, вот, ну, выложить красиво, да, то есть донести именно. Он довольно простой, по сути. Сейчас я не понял, как это мне получалось. То есть ты говоришь, я разделяю. Это что делать? Вот я не понимаю себя уже в тех лет. Ну, слушай, мы тебе дадим, конечно, возможность сейчас вспомнить, да, и почитать стихи, но перед этим я всё-таки хочу тебе ещё один вопрос задать. Смотри, у тебя в аннотации, в анонсе написано, что уместили стихи разных лет с 1974 по 2022. Сейчас ты говоришь, что это стихи давным-давно написаны, и, насколько я помню, что ты в последние годы не писал стихов. А почему последняя граница? В 22-м у меня есть пара текстов. Серьёзно? Именно стихи? Да, стихи, да. Это же сенсация, просто Голиков начал снова писать стихи. Нет, я помню, что ты где-то в начале 2000-х прекратил, и потом... В 2005-м я написал последнее смысленное стихотворение, а после этого я категорически ушёл вот... В публицистику. В публицистику, да, потому что это было интереснее. Это было интереснее. И, во-вторых, как бы... Ведь тоже вот, смотрите, вот в этом вот ремесле поэта, да, есть такая сложность. То есть первые годы ты учишься писать, да, пытаешься вот понять законы там, композиции чего-то, ещё чего-то. Ещё потом ты выходишь на некий уровень, да, ты осваиваешь какую-то техническую составляющую вот этой всей поэзии. А потом ты вдруг понимаешь, что ты можешь сидеть и писать их километрами. И вот так вот, знаешь, как вот такой стандартный советский поэт раз в год выпускать книгу, просто сидеть и писать их километрами. И ты вдруг понимаешь, что это какая-то профанация, да? Почему профанация? Это профанация, потому что ты уже просто можешь это делать. И ты, немножко обманывая читателя, ты уже не испытываешь тех вещей, о которых пишешь, да? Просто ты знаешь, как о них написать. Ты можешь брать там чужие истории, излагать их как свои. Это уже обман. Поэтому, возможно, у меня вот в какой-то момент я написал такую фразу, что дни бывают интереснее, чем стихи о них. И решил, что надо просто жить и жить вот в этом моменте. А этот момент, это вот как раз для меня, это вот публицистика, журналистика активная вот такая. И этим я, собственно, занимался уже вот в 21 веке и занимаюсь до сих пор, слава Богу. Но все-таки, я понимаю, есть новое стихотворение, написанное недавно, да? Есть. Ты сегодня их не хочешь читать? Нет, сегодня не буду. Я их еще не умею читать, пока их. Надо к ним привыкнуть. Ладно, значит, вот эту сенсацию, кто хочет с ней познакомиться, с новыми стихами Голикова, вы, наверное, сможете в книжке увидеть или на презентации. Я просто хочу сразу сказать, что, значит, книга в данный момент, она в следующей неделе будет сдана в типографию. Типография уже оплачена, так что я не думаю, что это очень долго продлится. Тираж не очень большой. Я полагаю, что к середине апреля, ну, где-то к третьей декаде апреля, я уже смогу определиться с датой презентации и, собственно говоря, презентовать эту книгу. А издавало издательство «Ократкое»? «Ократкое» оно сейчас готовит его, да, готовит его художник Аркадий Николаев, что я считаю очень важно, потому что он, ну, вот, очень совпадающий со мной человек. Во-первых, мы с ним одной эпохи, одного возраста, очень много провели времени вместе в 90-е годы, прекрасно друга понимаем, поэтому я пришел, говорю, вот, Николай, Аркадий, говорю, хочу издать книгу. Ну, он буквально через два дня присылает мне вариант, я говорю, ну, просто в точку. Ну, просто в точку, потому что, ну, вот, и там еще вот очень же много шмутцев оформлено, им все... Чего-чего-чего? Ну, шмутцы, это вот заголовки глав, как бы, шмутцы титул. Вот, и они такие вот, ну, класс, то есть то, что нужно, да, то есть это вот никакие-то не узоры, не цветочки, ничего, именно вот такая вот резкая штука. Ну, Аркадий, он прекрасный в этом плане художник. Жаль, к сожалению, нам мы хотели сделать цвет внутри, но в связи с подорожанием всего пришлось отказаться, серединка будет черно-белой. А в цвете он мне, когда вот делал макеты, это было бы вообще здорово, это была бы вообще книга Николаева, а не моя. Ты когда сказал, ну, просто в точку, я представила эту точку над буквой «Ай». Ладно, давай, читай стихи уже, хватит болтать. Сейчас стихи читай сразу, да, может, вопрос зададим сначала? Не-не-не, вопрос мы после рекламы будем задавать. Да? Да. А я три вопроса приготовил, сейчас начнем. Ну, а мы, хорошо, немножко до рекламы успеем задать. Успеем. Сначала стихи. Стихи, стихи. Сразу предупреждаю, я почему поставил на обложку 18+, да, потому что за то время, пока эти стихи в советское время публиковавшиеся лежали, очень многие тексты и понятия изменились с точки зрения законодательства. Поэтому я предупреждаю. Секретарь, короче, прочитаю, я его читал миллион раз, и оно издано, и причем вышло в антологии вятской поэзии 20 века. А в каком году написано? Написано оно в 89-м, в 89-м году, тогда же оно и появлялось, оно читалось многократно, ну, на всякий случай, хотя я не вижу в нем ничего такого. Называется оно «Смерть», но хотя, девочки, с таким же успехом можно назвать его «Жизнь», вот сейчас поймете почему. Налей мне, повар, супу горохового чана, набей меня до пупу, чтоб сыто заурчал, и лег тебе, чтоб пыль у ног, и целый вечер никто меня не вешал, не жег и не топил. Боюсь ее не всякой из книг и третьих уст, и даже на ковре твоем, светлейший повар, боюсь отдельно взятой, моей ее боюсь. Мне мокро, мне хреново, чем дальше, тем мокрей, подай же мне к гарниру, но даже в заперти мне страшно, хоть границу вокруг себя черти, хоть раком наперед, с крестом и свечкой ползай, как кот накакал пользу, и вот мой повар. Вот, своей дождался пращур, своей дождался щур, когда бы дивных мусо, все шалав до фури, я трепещу, я прячусь, но не предотвращу, налей мне супу фюрер, боюсь ее, боюсь. Вот, пожалуйста, заменяйте слово, смертное слово «жить», будет то же самое, потому что мы ее точно так же боимся, если не больше даже, чем вот, собственно, смерти. 18+. 18+, это, вот я опять же говорю, что это створение совершенно прошедшее все этапы, там, и советской цензуры, и постсоветской цензуры. Сейчас я упакую эту книжку уже в полиэтилен, с надписью 18+. А это нужно, да, сейчас сделать? На всякий случай, я думаю, да. Слушай, скажи мне, а сколько вообще будет стихов в этом сборнике, и в каком там процентном соотношении? Ну смотри, общий объем книги 304 страницы, вот, с самой текстовой, 304 страницы, ну, четные 16, да, прилично. Конечно, колонок, там 60 штук, колонка занимает примерно страничку. Слушай, 60 из 400 колонок в особой газете, я с великим трудом отобрал 60. Как, кстати, вы выбирали их, да? Я в том числе устраивал по социальных сетях. Там нет датировки по годовой, нет ссылок, нет уточнений, потом объясню почему. Они и стихи, и колонки, они перемешаны все, абсолютно. То есть там, я считаю, что не надо привязывать их к годам написания. А там есть какая-то логика в этой перемешанности? Такая определенная логика есть, небольшая совершенно, но она вряд ли такая вот линейная. Вот, из 400 до колонок, которые я успел в особой газете написать, я отобрал 60, они занимают, ну, примерно 60 страниц. Еще там я включил несколько текстов критических. Там и вот текст, с которым мы, кстати, с тобой, наверное, познакомились когда-то, Винникова, который публиковал мое стихотворение в Москве и написал к нему огромное предисловие. С хитрым словом, а не ироид. Ты у меня брала интервью для газеты «Наш вариант». Господи, я надеюсь, ты это интервью не опубликовал? Интервью нет, интервью ни в коем случае. А вот эту статью, то есть я привел, потому что она как бы, ну, дает ключ к пониманию, собственно, текста, который приведен, довольно такой мутный текстик. И несколько критических статей по поводу еще некоторых стихотворений, которые писал в том числе Михаил, как и Викторий Евгений Астанин, то есть, ну, вся наша публика. Вот. Они все опубликовали в журнале «Авангард», поэтому как бы имел право со ссылкой на журнал их опубликовать. Слушай, а были же еще какие-то классные иллюстрации к твоей маленькой вышедшей такой брошюрке «Ист», и там были рисунки прямо такие. Их не удалось поставить? Нет, во-первых, нет, потому что там это, ну, это вообще отдельная история с этой книжкой, конечно. Там, да, я просил нескольких художников оформить одну и ту же книгу. Некоторые художники решили, что раз им дадим, они прямо на моих стихах оформление рисовали, да, что где-то твои стихи, ну, их нафиг тут наша картинка. Это красиво получилось. Красиво, забавно получилось, да, но там был и Сашка Подшивалов, и непокойный, к сожалению. Вот. И Анатолий Пестов вот сделал прекрасный, конечно, тот вариант. Но здесь вот Аркадий Николаев попался. Понятно. Вот. Так что... Я все равно хочу к колонкам вернуться. Нет, да. Я еще стихи хочу послушать. К стихи я еще прочитаю какой-нибудь стих. К колонкам, я, понимаешь, я абсолютно сам прочитал некоторые из колонок, хотя это сложно, я пытался в свое время, не помню, с кем-то мы делали, пытались сделать, ну, как сейчас говорят, подкаст, да, вот. Вот. Их читать труднее, они длиннее, они по длине предложений, я довольно-таки люблю длинное предложение с кучей сложно подчиненных элементов, вот. Их читать несколько сложнее, хотя вот я когда сам их иногда, вот, когда выбирал, особенно смотрел, мне иногда хочется ее прочитать вслух, там есть все красиво. Но вы выбирали какие-то прям вот остросоциальные вещи? Я выбирал, скажем так, те вещи, которые вот не... Которые сейчас не потеряли актуальность, несмотря на смену фамилий. То есть там упоминаются фамилии губернатора Шаклеина, упоминаются фамилии губернатора Белых, там упоминаются какие-то министры, упоминаются главы города. Если поменять фамилии, суть остается прежней. Вот я по этому принципу оставлял вот эти колонки, вот. Потому что проблемы, которые были там 10 лет назад, они по-прежнему те же самые. Люди приходят, уходят, проблемы остаются. Вот. Поэтому я вот, исходя из этого, отбирал вот эти колоночки. То есть не совсем такие вот реакции на какое-то событие, а вот на реакции на какой-то тренд, на какой-то процесс. Хорошая книга получается. Мне кажется, сейчас в настоящее время редко где увидишь вообще колонки авторские. К сожалению, еще раз говорю. На самом деле это довольно-таки сложный жанр. Но дело не в том, что я знаю, в Кирове есть люди, которые могли бы это делать, но, во-первых, для этого нужно иметь средства массовой информации, которая бы согласна была с твоими мыслями. Мне повезло в этом больше гораздо. То есть мы и в варианте у меня были колонки, хотя там я еще только пытался освоить этот бизнес, но в особой уже это... Слушайте, мне кажется, вот эти колонки, это сейчас вообще такое воспоминание, как свободно мы жили. Потому что то, что ты тогда писал, это, ну, вот реальная была, абсолютная. И еще, кстати, то, что меня подтолкнуло... Мы же еще в свое время, вот когда работали с Егором Михайловым, царство манифестное, очень жаль, что он ушел от нас. Мы как-то проводили такой, закинули типа опросик, как вы читаете особую газету, что вы не в первую очередь читаете, что вам ценно. На первом месте оказались анекдоты, это слова Егору, потому что он великолепно отбирал анекдоты, редактировал их. Их потом у нас воровали все коммунили, но это никому не жалко, да. На второе место поставили колонку, и даже вот такие наши вещи, как прекрасные статьи Миши Каковихина по культуре или что-то, они ушли немножко вниз. Поэтому это тоже как бы сыграло свою роль. И плюс вот до сих пор, как ни странно, общаешься с разными людьми, особенно в последнее время, когда я много езжу и по области, и все, как ни странно, люди это помнят. И некоторые, скажем так, ныне работающие журналисты, которые от меня, скажем, очень далеки идеологически, они находят в себе такую силу, подойдут, скажут, слушай, я на твоих колонках учился, или я там завидовал, или что-то еще. Ну вот поэтому, может быть, это все срослось, и я решил, что они должны быть. Нет, но сейчас это вообще обретает какое-то интересное еще и новыми какими-то слоями, потому что, смотри, это огромная система множественных переводов. То есть ты писал для газеты, да, это был определенный жанр. А потом все это попадает в книгу, это уже совсем другой фрейм, ты воспринимаешь это как мемуары. Да, и плюс к этому это все погружено еще в литературу, Абсолютно, да. То есть колонки, это же глимная публицистика. Да, литературный прием. А сейчас это уже, как бы, я полагаю, что это уже часть литературы. А когда ты уже читать будешь, да, например, если ты на вечере прочитаешь это, то это совсем уже... Это будет уже третье, да. Это вообще классно. А если уже будет подкаст? И, соответственно, вот говоря о том, что это немножко... Подкасты, кстати, надо сделать. Что это немножко все, вот я специально сместил вот эти вещи, то есть там стихи не совсем в порядке, скажем, временном, да. Колонки тоже, они... Колонки скорее так, чтобы они, ну... Не в хронологическом порядке. Не в хронологическом порядке, а чтобы как-то одна за другой не совпадали, не пересекались вот так вот, чтобы была некая мозаика, я собирал. Вот. И отказал, мне, как бы, сказали, к этому нужен огромный там справочный аппарат, там фамилии, должность и все прочее. Я сказал, зачем? Во-первых, потому что сейчас у каждого есть... Смартфон. Смартфон, набрал фамилию, узнал, да. И занимать там 16 страниц книги... Описанием, кто где какую должность занимал. Кто где когда родился, занимал должность, чем знаменит, я думаю, не важно. И самое главное, что там эти фамилии не важны. Там эти фамилии, это как, ну, как уже, как литературные персонажи. Как Чичиков. Как Чичиков, да. То есть они уже в свое время, как бы, губернатор там Белых, но это то же самое, что губернатор Васильев, потому что проблема-то остается та же, фамилию можно менять. Ну ладно, давай стихи еще. Остро-социальная книга, получается. Я спрошу. Нет, нет, нет. Я сначала стихи. Книга лирическая, на самом деле. Стихи, все-таки, это лирика. Я прочитаю стихотворение. Называется оно «Переосмысление сяпы». Ой, сяпа, а кто такой сяпа? Сейчас узнаешь. Кормлю его по часам и книгам. Умываю, расчесываю, чищу ушки. Нахожу разбросанные игрушки по первому писку мигом. Вожу гулять, если плюс по Цельсию. На улице ревниво сравниваю с другими. Радуюсь, если тянется ко мне тельцам, особенно когда узнает свое имя. Он сяпа не потому, что спит, посапывая, и перелопачивает весь дом за собой, закапывая. И не потому, что спер из супа, что помойный кот, а не тайский супер. Но если он даже вопьется в спину, все равно царапнет не глубже кожи. И когда б я не умер, я буду его моложе. А так не бывает с дочерью или сыном. Это надо пояснить последнюю фразу. Всегда Миша задавал вопрос. Почему так? Миша это сын, который сяпу застал. Сяпа его еще одно время даже сосочки кормил. И царапал не глубже кожи. Ну, как бы суть такая, что кошка это же... Кошка это не совсем кошка. Кошка это все кошки вместе взятые, понимаешь? Кошки нет как индивидуумы. Есть вот эта огромная армия. Кошачий мир. Кошачий мир. И они в сумме... Вот вся эта кошачья мудрость и все прочее, это их общее такое свойство. И вот тот соловей, как писал Борхес, который пел под балконом у Джульетты, это тот же самый соловей, который будит тебя с утра в этой деревне. То же самое у кошек. И вот они... Любая кошка, она за счет вот этого, она древнее любого из нас. И мудрее любого из нас. Вот что я хотел этим сказать. Но это так косвенно прошло. Поэтому когда пьянем умер, я буду его моложе. Я буду его моложе, да. Слушай, у тебя там что-нибудь веселенькое? Лирическое есть напоследок? А какой последок? Напоследок эфира, я имею в виду. Ну нет, веселенькое в книжке есть. А здесь все-таки... Я могу еще прочитать это время. А где у тебя там еще? Я еще одно отобрал там. Давай его оставим на потом. На потом, давайте на потом оставим. Я хотела у Николая спросить, то есть в типографию книга уйдет, а дальше-то как? Где ее, да? Я у вас видела в ВКонтакте, по-моему, да, большое количество комментариев от желающих. На презентацию. Ань, скажи, почему мы, периодически обращаясь к Коле, на вы переходим? Сначала у меня так переклинуло, а сейчас ты так сказала. Ань, да. Ань, со мной вообще-то на вы разговаривает. Да, серьезно? Да. Мне, я не реагирую на это. Мне все равно можно на ты, на вы. Я совершенно на это никак не реагирую. Простите, коллеги, прибило вас. Так, Николай Владимирович, какой ответ в вопрос? Нет, вся проблема в том, что, если бы я знал точно, когда она появится, да, то есть для того, чтобы договариваться уже, собственно, проведение, презентация будет. Я хочу провести презентацию. Я надеюсь, что люди придут. Ход до каус? Ход до каус, я думаю, что это как такая площадка прекрасная, но для, может быть, второй там. Первая будет большая. Типа в зале Герценки? Типа в зале Герценки. Нет, не обязательно в зале Герценки. Он может быть занят. Я пока почему и говорю, что не могу. Ну, просто некое помещение, потому что, когда человек 60-70, я планирую, подойдет, ну, просто к цене не войдем. А, то есть вы не открывали никакую компанию по сбору средств на издание? Я издал эту книгу за свои собственные средства. У меня нет спонсоров, нет компаний, нет фандрайзинга, ничего. Слава богу. Не плохо у нас нынче журналисты. Зато я как бы был волен сделать то, что я хочу. Понятно. Вот. Средства заработаны тяжелым трудом, поэтому. А, Николай, так презентация будет, и там можно будет перевести? Конечно. Там можно будет купить книгу, да. Боюсь только, что в связи со всем этой историей, потому что я же говорю, немножко опоздал с изданием, если бы я поторопился, но никуда же не торопишься, никогда не знаешь. Сейчас все сильно подорожало, и даже себестоимость книжки, себестоимость вот этой книжки в 300 страниц, ну, в хорошем твердом переплете, получается около 500 рублей. Так что пока не знаю, вот на данной договоренности это так, может быть, что-то изменится, хотя вам в смысле сумма уже в типографию внесена, я думаю, что цена не должна измениться. Попрошу отложить для меня экземпляр. Девчонки. Пользуясь, 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 пользуясь. Пользуясь, 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 да. С знакомством попрошу отложить для меня экземпляр. Думай пока, да, каждый мой индивидуальный автограф. Так, у меня, коллеги, вам предложение. У нас 25 минут, по идее, через 4 минуты мы должны убегать на рекламу, поэтому и мы, у нас есть еще стихотворение, которое мы хотим от Николая услышать. Но потом. Но потом. Да. Поэтому давай мы с тобой сейчас озвучим список призов. Давай. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Мы предлагаем вам пригласительные в кинотеатры «Дружба и смена» традиционно, пригласительные в театр «Наспаска» и на гастроли Чувашского государственного театра «Юного зрителя». Сегодня они начались. Завтра, на завтрашний спектакль «Шинель», ограничение по возрасту 12+. У нас есть 4 билета, мы можем отправить либо кого-то вдвоем, либо кого-то даже вчетвером, если кто-то хочет сходить с семьей. Прекрасно. Также у нас есть книги от магазина «Читай город». Хейзл, прайор, как пингвины спасли Веронику. Трогательная история о 86-летней миллионерше с трагическим прошлым, наконец-то нашедшей свою истинную страсть пингвинов Адели и внука. 16+. Маркос Чикот, «Убик Пифагора», античный детектив, динамичный, неожиданный и яркий. 18+. Я всё прорываюсь в книжку показать на трансляции, потом вспоминаю, что мы пока без картинки работаем. Жалко-жалко. Ань, можешь мне показывать? А, хорошо. Алексей Калиновский, «О чём поют или пьют ветеринары». Интересная. А мне кажется, вот эта книга вообще бы Николаю, наверное, понравилась. Не знаю. Нескучные рассказы о людях, животных и сложной профессии. Вы же любите анализировать эти вещи. Классно. Напоминаем, что эти другие книги вы можете найти в магазинах, читая город, в торговом центре Театро, в торговом центре Крым, в торговом центре Макси на Луганской 53 и в ТРЦ-фестивале. Да, и пригласительный Вятский художественный музей, выставочный зал Вятского художественного музея мы разыгрываем до 3 апреля в главном здании Вятского художественного музея, выставка Александра Мочилова-Поля Куликова, до 17 апреля там же в главном здании Вера Ушакова-Пленэр в интерьере, и выставочный зал Андрея Нода, точка отчёта. Точка отчёта и Пленэр в интерьере 0+, а Поле Куликова, соответственно, 6+, возрастное ограничение. Ну, книжку Николая мы, к сожалению, не можем пока ещё раз... Я предлагаю вот что, вариант. Если вдруг человек ответит, что на вопрос захочет эту книжку получить, мы просто запишем, как всегда, телефончик, когда книжечка выйдет. Почему через месяц? Ещё не так уж и долго осталось. Если человек согласен ждать, то я для него книгу зарезервирую и потом торжественно обручу. О, прикольно. Давайте. Отличная история. Спасибо. Итак, мы вопросы будем задавать традиционным способом. Да, сначала гости задают вопросы. Ну, гости может вообще все вопросы задать. У меня их целых три приготовила. Нет, я сначала один. Тогда я начну с такого, с нескромного. В своём стихотворении, посвящённом мне, этот известный вятский поэт, в частности, написал, цитирую, «Я имел её на ту самолёту». Ага. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». «Но она была не та, тра-та-та-та-та-та-та». Кто этот поэт? Три варианта ответа. Это Валерий Фокин, это Борис Носков, это Алексей Елькин. Угадайте. Это вышло в его книге. А давно вышло? Давно. В избранном, в избранном, в томе избранного. Сложный вопрос. Валерий Фокин, Борис Носков, Алексей Елькин. Три варианта ответа. Ладно, можно угадывать. Да, конечно. Можно пробовать угадывать. Да, тем более, что ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и тра-та-та-та-та-та-та. И кто-то звонит, по-моему, у нас уже, да? Алло. Здравствуйте. Александр. Да, Александр. Можно повторить? Варианты ответа? Я, потому что на звонок переключился сразу. Ясно всё, значит. Три варианта ответа. Валерий Фокин, Борис Носков, Алексей Елькин. Фокин. В точку. Да ладно. А вы же узнали, да? Я, как и Вихина, хотел сказать. Нет, я просто нет. Я использовал конкретно вот таких более официальных проэтов, чем мы. Я понял, понял. Вот. Это действительно Валера Фокин. Мы с ним обменялись посвящениями. И вот он это, значит, написал сфере. Он назывался Николай Голикову. Руководитель кружка грандистов и барабанщиков. Вот он про горн, поэтому ту-ту-ту-ту и тра-та-та-та. Это оттуда взято. Подождите, вы были руководителем грандистов? Да, конечно, был. Ага, Александр. Ну, выбирайте приз. Так, ты это, почему функцию ведущего здесь обещал? А я все правильно. Ты спутал. Александр. Какой приз вы хотите? Алло. Ой, сорвался. Александр у нас отключился. Ну, ладно. Если он не выберет приз, я ему перезвоню. Хорошо. Или он во время рекламы может дозвонить. Может еще раз позвонить просто. У нас реклама? Да, я думаю, что сейчас мы пойдем на рекламу, потом вернемся и продолжим. Культпоход. Снова эфир. Мы продолжаем программу Культпоход. И с нами снова Николай Голиков. В этот раз не в роли ведущего. А в качестве гостя поэта и журналиста. И мы снова читаем некоторые стихотворения из его книжки. И также Николай задает вопросы, связанные с его же творчеством. Итак, следующий вопрос. Не только с творчеством, а вообще с жизнью. Да, потому что, как бы, я думаю, что это не секрет, что я был сооснователем литературного клуба «Верлибр» вместе с Сергеем Муховым, с Михаилом Каковихиным, со Светланой Сырневой, с Сашей Котовым. Мы начинались в 80-е годы. В 90-м году у нас был первый юбилей. Так вот, для первого нашего юбилейного вечера в доме Виттберга мы изготовили трёхметровый транспарант. На нём была надпись. Читаю. «Барлык, ялдердин, гуманитар лары берегендер». О, Боже. Вопрос, что означает этот таинственный призыв? Три варианта ответа. Первый – верной дорогой идёте к гуманитарии. Так. Второй вариант – гуманитарии всех стран, соединяйтесь. Третий вариант – да здравствует гуманизм, светлое будущее человечества. 211-101, дорогие радиослушатели. Подожди, хоть на каком языке этого. Сейчас гугл-переводчик, если открыть и попробовать, забить это всё. Это найдётся в гугл-переводчик, если правильно набрать вот эти слова. Ещё раз прочитаю. «Барлык, ялдердин, гуманитар лары берегендер». Вполне возможно, что в некоторых гласных я ошибся. Есть у нас слушатель. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Наталья. Наталья, вы переводить будете подстрочно, или вы знаете, или вы угадывать будете? Я попробую угадать. Хорошо, давайте попытаемся. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Совершенно верно. Мы же просто сделали как. Была газета «Известия». Так. И там лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» был написан на всех 15 языках Советского Союза. Это «Пролетар лары» заменить на «Гуманитар лары». Это даже мы смогли. Вот. Поэтому так получилось. Совершенно верно. «Гуманитарии всех стран, соединяйтесь». Да, единственное, я хочу сказать, вы тут начали без меня, как раз уточняла у Александра, какой приз он выбрал. Он выбрал вашу книгу. О, книжки больше нет. Ничего, я могу и вторую подарить. Серьёзно? Я человек не жадный. Ты прям просто образец щедрости сегодня. Прекрасно. Какой приз вы хотите? Наталья. Ой, я как обычно детей в кино веду. Детей в кино ведёте в смену? Или в дружбу? Нет, в смену. В смену. Хорошо, два билетика за вами. Поздравляем. Оставьте координаты свои у нашего продюсера. Ну и знайте, что билетики можно забирать у нас. Третий вопрос, Николай. Ну, сразу вопрос. С удовольствием. Мы гастролировали с нашим клубом. Был у нас союз писателей, союз творческого общества книголюбов. За которое позволяло нам, так сказать, ездить и получать за это ещё и денежки. Зарабатывать на наших выступлениях. И в том числе мы ездили выступать в Сунске. Это какие годы были? Это 80-е годы. Мы выступали в Сунском районе или Сунском, как я его всегда называл. Потом Сунской переменовали в Сунский. Поэтому буду говорить по-старому. Во время гастролей наших по Сунскому району, по путёвке общества книголюбов, с нами ещё ездил Евгений Останин, он пел песни под гитару. Вот он поёт песни под гитару, и из зала к нему приходит записочка. А записочки к нам шли постоянно. Читаю записку. Паскудопой, пока не удавили. Подпись. Жидомасон и села. Как называлось это село? Три варианта ответа. Какуй? Тоскуй или дворища? Ага. Село в Сунском районе. Мы выступаем в Доме культуры, и из зала приходит записка. Но это просто для знатоков. Знатоков географии. Какое село? Это просто выбор. Какую тоску или дворища? Ребят, просто угадайте. 211. 101. У нас сегодня викторина. Знаю наши топонимы, я предположу, что все три есть в Сунском районе. Как вас зовут? Они все есть там в Сунском районе, безусловно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Это Андрей, по-моему, да? Да, это её. Да, Андрей, вы знаете правильный ответ или будете угадывать? Нет, не знаю, попытаюсь угадать. Давайте. Ну, может быть, это какой? Какой? Здесь по-прежнему первый неправильный не считается. Не считается. Не считается. У вас остался тоскуй и дворища. Ну, давайте тогда, пусть будет дворища. Ура! Да. Даже по звучанию подпись жидомасоны села дворища. Вот. Вот, когда Евгению положили эту записку под нос, конечно, он дара пения лишился на какое-то время. Потом оказалось, что это был наш розыгрыш. Угу. Вот мы сами ему такое послали. Ну, что ж. Андрей, какой приз вы выбираете? Убить Пифагора. Убить Пифагора. Книжка. Хорошо, она достается вам. Красивая книжка, завидую. Да, а мы едем дальше. У нас на самом деле есть еще почти 10 минут, 45 минут мы выходим. У нас еще есть стихи, Николай. Да. Вопросов у меня больше нет. Просто сами задавать будете. Я могу задать вопрос. Ну, давайте мы сначала стихи. Давайте сначала стихи, потом я задам вопрос. Это что-нибудь лирическое. Это не совсем лирическое, но это, понимаешь, для меня стихотворение тоже такое светлое, я доволен таки. Оно посвящено моему другу Андрею Тимирьяновичу Абдулину, к сожалению, ушедшему. Вот я почему говорю, что все равно жизнь, она обратилась трагически. Он умер. Умер в СИЗО тоже, знаешь, как-то все это очень некрасиво. Мы с ним были с авторой книги «Как выжить в условиях социализма». Мы говорили недавно про нее. Мы говорили в особо мнении недавно про нее. То есть это человек с больным псевдонимом. То есть это был Андрей Абдулин. Он писал стихии под псевдонимом Георгий Антонов. А там он уже был Ефим Генералов. То есть такое наслоение псевдонимов. Вот у него было такое стихотворение в 80-е годы, очень короткое. Там, где будет пост ГАИ, там сейчас идут бои. Месиво и Крошево, ничего хорошего. И вот как бы на эту тему я написал ему посвящение. Называется просто «Прогулки». Где вчера был купол цирка, там сегодня купол цирка. Где вчера был Божий храм, там сегодня Божий храм. Там мои меня за шкирку дни таскали по местам. Вот Ахилл ползет по кругу, догоняя черепаху. Вот его, заслышав клич, мчит она ему навстречу. Круг кукожится в эпоху и течет, как должно течь. Вот течет Иосиф Путин, безупречно юн и статин. Вот у наших у ворот шарик тузика течет. Вот сопли капают на скатерть, мама после уберет. Где вчера был запах травки, там сегодня запах пробки. Где вчера был горний дух, там по вторникам до двух. Дни мои меня до кромки довели и в ямку бух. Стихотворение, на всякий случай сообщаю, было опубликовано в антологии вятской поэзии 20 века в 2002 году. И 18+. 18+, да. Хотя здесь ничего нет такого, чтобы, ну на всякий случай, почему говорю, что сейчас лучше всего на всякий случай, ну, может даже... Везде 18+, и в пленку. Везде 18+, ставить, да, и в пленку. Мне почему-то звукорежиссер сообщает, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Мы ведь не задавали вопроса. А я знаю, я по сути предыдущего вопроса. Так. Для информации, что в Сумском районе есть деревня Тоскуй. Да все три деревни там есть. И Тоскуй, и Тоскуй, и Дворище, они все там есть. Николай об этом сказал, да. Просто записка-то нам пришла именно в Доме культуры села Дворище. Там новый дом культуры в то время был построен, прекрасный совершенно. Господи, вот. Спасибо за внимательность. Спасибо за внимательность, конечно. Я думал, два правильных ответа тогда. Нет, нет, нет. К сожалению, там все три села, они есть в Сумском районе, но вот записка к нам пришла в селе Дворище. Да, спасибо. Слушайте, а у меня к вам предложение. Вы за призом охотитесь, да? Вы хотите приз какой-то, поэтому позвонили. Может, мы зачитаем вопрос сейчас вам, и вы попробуете. Кино хотел сходить. Кино хотели сходить. У нас есть билеты еще в дружбу, остались билеты. Ну, давайте я вам, знаете, какой вопрос задам? Простой достаточно. Если вы за нашими эфирами следите, вы точно его, ну, как бы, наверное, знаете правильный ответ. У нас на радиостанции выходила программа Николая Голикова, где вместе с еще одним нашим коллегой Романом Веселковым, они в такой, ну, достаточно, не знаю, сартистической, я бы сказала, форме, там обыгрывали, рассказывали о каких-то событиях. Роман Веселков и Николай Голиков. Как программа эта называлась? Ну, я про Голикова единственное, что знаю, было радио Кировград. Да, радио Кировград, оно и есть, мы по-прежнему на нем, да, в эфире. То есть вы не помните название программы? Не помните название программы. Нет, не скажу. Эх, жалко, ну ладно. Ну, так вопрос, пусть висит, тогда мы что-то ответим. Вопрос остается, да, кто-кто знает, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас еще есть две книги от магазина «Читай город». Есть еще книга от Николая, я не знаю, по-прежнему он готов подарить. Вторую книгу, да, вторая, «Ай», «Стихи и избранные колонки». Или, ну хорошо, один, хорошо, да. Есть пригласительный в кинотеатр «Дружба», есть пригласительный в театр «Нас Паской», на «Шинель» в исполнении Чувашского театра юного зрителя, гастроли у нас в городе. И есть еще пригласительный в Ятский художественный музей и выставочный зал в Ятском художественном музее. В общем, полный набор. Как вас зовут? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Светлана. Светлана, какой ваш ответ? Ну, гол и весел. Отлично. Спасибо, Светлана. Ну, да, была и такая программа, но мы сейчас... Вопрос был, да, про нашу с Ромой Веселковым чудесную программу, которая нам самим безумно нравилась. Гол и весела. Спасибо, что вы ее помнили. Светлана, какой приз вы хотите? Я, наверное, завтра пойду в театр. Вы пойдете в театр. Отлично. Значит, билеты на «Шинель» достаются вам. Вам нужны два билета или четыре? У нас четыре есть. Два. Два. Хорошо. Значит, еще два мы кому-то подарим. Вам спасибо за ответ. Всего доброго. Просто вспомнил эту историю, как это название родилось. У нас же не было названия, да? И там была просто запись пробная, и на ней звукорежиссер просто коротко написал. Голиков и веселков написал. Гол и весел. И весел, точка. Вот вам готовое название программы. И хорошо она, конечно, прекрасно. Жаль, конечно, что так вот... Ну, как жаль. То есть у каждого свои пути. Там у Ромы все хорошо, у Мас тоже все хорошо. Но, к сожалению, вот так вот... А тема была прекрасная. Роман уехал тогда, насколько я помню, в Москву. Да, в Москву уехал Роман. Ну что ж, сколько у нас еще времени осталось? У нас есть еще четыре минуты, поэтому, по идее, мы можем задать еще один вопрос. Но мне вот как-то быстро ничего не придумывается. Может быть, у Николая что-то быстро возникнет? Нет, у меня быстро ничего не придумывается тоже. И так уже три вопроса сделал. Стихов тоже особо больше не взял, поэтому читать не буду. Давайте просто поговорим. Давайте просто поговорим. Хорошо, так мы редко видимся. Да не говорите-ка. Слушай, Ань, но чтобы мы здесь сидели и говорили, извини, о моем творчестве, такого вот, я честно говорю, не было. Не было, да? Не было никогда, конечно. Да я пытаюсь вспомнить. И оснований для этого, собственно говоря, не было, потому что я это, вот, только, видишь, через сколько лет решился вдруг это сделать. А подождите, все-таки это первая книга получается, да? Она вот моя сольная, я издавался в коллективных сборниках, да, то есть у нас было вот именно четверых был сборник «Вкус времени», вот мы издавались, и там и массовые были встречи, там, предположим, та же антология вятской поэзии, в каких-то там журнальных публикациях она была. А так, чтобы вот такая книжечка, вот и до, и вся моя, вот, это вот первый раз и, судя по всему, последний, потому что как-то я не думаю, что я снова на это соберусь. Вот, потому что, ну, хлопотное довольно дело и затратное, что опоздал я чуть-чуть, надо было раньше, кто же знал, что так все повернется, и бумага вдруг станет дорогой. Бумага, да, с бумагой сейчас. Вот, а тем более, видишь, это же не газетная бумага, тут надо. Хорошая бумага должна быть. В США бывают еще варианты того, что можно купить электронный вариант книги, у вас такого не будет? Не будете заморачиваться? Я не собираюсь, понимаешь, я не собираюсь этим заморачиваться, и почему еще хочу сказать, хотел издать книгу, потому что вот то, что мы сейчас видим, происходит у нас в части интернета, интернета, да, в части тех же соцсетей, в которые очень многие там вкладывались в качестве рекламы, в качестве раскрутки каких-то своих вещей, и мы вдруг начинаем понимать, что все это до такой степени хрупко. И что если когда-то давным-давно на Земле была цивилизация, она, скорее всего, была до такой степени цифровизована, что от нее в итоге ничего не осталось. Даже следов никаких. Поэтому у нас нет никаких следов, потому что все просто, ну, условно говоря, все носители, они минеральные, они разложились. То есть, а вот наша цивилизация, которая началась с правильной вещи, она началась все-таки с изобретения там папируса, там, не знаю, этих глиняных табличек, папируса, бумаги. Я подумал, что, пожалуй, пусть она будет на бумаге так надежней. Тем более столкнулся с тем, что я в начале века довольно активно тусил, была такая у нас стихи Ру, такая платформа, да. Она, по-моему, есть? Она есть, да, но я давно из нее, давно очень же из нее ушел, и как-то неожиданно вдруг обнаружил, что некоторые мои стихи там уже фигурируют под другими фамилиями. Да ладно. А ведь в интернете слово копирайта, оно же условное очень. Вот. Ну, я там уже давно мертвый автор, то есть, как бы, чё ж меня это не использовать. Я не думаю, что это с какой-то коммерческой целью, просто кому-то что-то понравилось, знаешь, что-то... Плагиат такая штука, она всегда была. Вот. Поэтому я подумал, что... То есть вы даже авторства не будете? Ну, бумажный вот этот копирайтик, он пусть все-таки будет, как-то мне будет спокойнее, и... Ну, что-то останется. Поэтому я все-таки думаю, что бумага самая надежная сейчас штука. Где следить за анонсами? Я сейчас активно начинаю все это постить в ВК, потому что это единственная платформа, которая осталась. Кроме того, я думаю, что когда эта книга действительно выйдет, и дата презентации будет определенной, место будет согласовано. Я не думаю, что это будет одна акция все-таки, потому что, ну, разная категория людей... И разные площадки нужны. Разные площадки будут, и, скорее всего, там есть вариант там провести с различными там соисполнителями, может быть, с какой-то блюзовой группой, потому что я в последнее время немножко увлекся блюзами, да. Может быть, с какими-то еще там авторами-исполнителями, то есть на разные аудитории. Я, безусловно, все буду сообщать, это не пропадет. В общем, за анонсами следить в ВКонтакте. Да, и тем более, что теперь, так как я уже обязан подарить победителю нашу викторинную книгу, то есть я в любом случае должен буду сообщить, когда я это ему смогу сделать. Хорошо, то есть мы-то узнаем точно, потому что мы связующее звено между Николаем и Александром. Я думаю, что на следующей неделе мы сдадим ее в типографию, и более-менее со сроками все станет ясно. Все понятно. Спасибо большое, поэт и журналист Николай Голиков, наш коллега, был в нашей студии, очень рады были видеть, и мы программу «Культпоход» на этом заканчиваем с Гульдарой. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Культпоход